Кроме борьбы с неумирающим игорным бизнесом у правоохранителей и прокуратуры появилась еще одна забота – лотереи. С 1 июля под федеральный запрет попадает большинство из них. Сейчас негосударственная лотерея, стимулирующая муниципальная лотерея, прекращается с 1 июля 2014 года. Прокуратурой района 10.07.2014 организована проверка, в том числе по информации общественной организации «Молодая гвардия России» при их участии, при участии сотрудников полиции, соблюдение требований указанного законодательства. Идейными вдохновителями рейда стали эти молодые люди – агенты «Молодой гвардии». В течение 10 дней, что действует закон на лотереях, они ходили по торговым павильонам и предупреждали владельцев точек, где установлены лотерейные автоматы, о незаконности таких игрушек. С 2 по 7 мы проводили рейды, просто смотрели, где они находятся, записывали адреса, количество штук, потом дальше согласовали с сотрудниками органов, и сегодня мы их изъяли, и в дальнейшем будем смотреть и изымать. Некоторые магазины сами пошли навстречу, сами их убрали. Предупреждения закончились, и совместно с прокуратурой и УБЭПом ребята пришли изымать лотерейные аппараты. Продавец этого павильона по адресу Лежневская, 115А, сообщила нежданным гостям, что не в курсе, кто владеет автоматами. Единственные плохо пропечатанные документы, имеющиеся в ларьке, подписанные владельцем точки. Да это уже и не важно. Если захочет забрать свое добро, владелец объявится. Но вынести аппараты из киоска оказалось не так-то просто. Как в сказке, тянут-потянут, вытянуть не могут. Пятеро оперативников с трудом смогли оторвать закрепленный металлическими штырями автомат. Видимо, так хозяин решил обезопасить игровые терминалы. Не вышло, технику все равно изъяли. В этом продуктовом магазине покупателям предлагали и хлеба, и зрелищ. Администратор торговой точки также не знает, кому принадлежит лотерейный автомат. Номер техподдержки на терминале затерт. После составления протокола этот аппарат также отправился в путешествие в один конец. Но настоящее игорное царство было организовано в торговом центре «Центральный» на Богдана Хмельницкого. Здесь были и постоянные клиенты, и регулярная выручка. Были. Представитель сотрудников полиции. Вы стоите, вы можете подъехать, мы все это изымать будем сейчас. Если вам интересно этот вопрос, приезжайте. Нет, не завтра, вам сейчас подъехать. Потому что сейчас сотрудники наши изымают все эти оплату. По итогам рейда оперативники изъяли десятки лотерейных автоматов. Дальнейшую судьба техники известна. Поймать удачу при помощи аппаратов уже никто не сможет. А владельцам лотерейных терминалов сулит безвыигрышная лотерея. Крупные штрафы. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.